Всем привет! Добро пожаловать на канал Пербагов! Сегодня мы приготовим заливной пирог с капустой. По-другому его называют капустник. Это очень простой и быстрый рецепт приготовления пирога. Пирог всегда получается румяным, сочным и рассыпчатым. Самое главное в пироге это большое количество вкусной начинки. Для начинки можно взять жареный фарш, вареные яйца с луком, картофельное пюре с луком и, конечно же, тушеную капусту. Капустный пирог очень вкусный, немного рассыпчатый и сочный. В таком пироге начинка всегда остается сочной и очень вкусной. Для приготовления пирога использую форму 20 на 30 сантиметров. И пирог получается достаточно большого размера. Приготовление пирога начинаем с подготовки начинки. Для этого необходимо капусту очистить от плохих листьев и тонко нашинковать. Капусту немного солим, перемешиваем и обминаем. Сильно мять капусту не надо, только слегка обминаем. Лук нарезаем маленькими кусочками. Лук выкладываем на горячую сковороду с маслом и обжариваем пару минут. В это время натираем морковь на крупной терке и после выкладываем к луку. И все жарим до полуготовности. Выкладываем капусту, все перемешиваем. И добавляем сливочное масло со специями. Все слегка обжариваем. Не обязательно тушить до полной готовности капусты. Мы немного припускаем капусту, то есть обжариваем 2-3 минуты, чтобы пироги она была сочной и не сырой. В качестве специй для капусты я использую адгейскую соль, паприку, базилик, тушистый перец, черный перец. И иногда еще добавляю сушеный сельдерей и петрушку. Подготовленную начинку, то есть нашу капусту, отставляем в сторону остывать. А в это время готовим тесто. Замешиваем тесто из 4 яиц. Но так как у меня яйца очень крупные, я беру их 3 штуки. Добавляем майонез, растительное масло, сметану и щепотку соли. Все перемешиваем вилочкой или венчиком. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в тесто, периодически помешивая венчиком. Тесто должно получиться по консистенции густой сметаны. Вот такой вот. Начинка готова и тесто готово. Начинаем собирать наш пирог. Форму простилаем пергаментом и смазываем маслом. Бумагу беру больше по размерам, чтобы удобно было за края высунуть пирог. На дно формы равномерно выкладываем половину теста. Сверху распределяем ровным слоем капусту. После выкладываем оставшееся тесто и аккуратно все выравниваем, чтобы все края были закрыты. Сверху пирог ничем не смазан, так как он всегда получается румяным. Только для красоты присыпаем кунжутом, либо семечками или маком. Готовый пирог выпекаем в разогретой духовке до 200 градусов примерно 35-40 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой. При выходе из пирога она должна быть сухой. Готовый пирог получается очень пышным, но при остывании он немножечко оседает. Это самый простой рецепт пирога, где не надо возиться с дрожжами и расстойкой теста. Как видите, заливной пирог готовится быстро, легко и просто. А получается пышный пирог со вкусной сочной начинкой. Мой пирог на ужин готов. Остается поставить чай и позвать близких. А я обудру вас за внимание, спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И как всегда я вам желаю всего самого наилучшего и вкусных пирогов на кухне.